Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. С начала года натушения пожаров, загорания и ликвидации других ЧС столичные спасатели выезжали почти 2300 раз. В результате боевой работы ими были спасены и эвакуированы 193 человека. На пожарах пострадали 25 человек, а вот 7 спасти не удалось. Остановимся на более значимых происшествиях ушедшей недели. Оперативная информация за неделю. Минск чрезвычайный. Во вторник вечером на улице Брикета горело здание телятника, принадлежащее агрокомбинату Ждановичи. Возгорание было оперативно ликвидировано и никто не пострадал. К пожару привело чье-то неосторожное обращение с огнем. Виновник сейчас устанавливается. В среду вечером в Минске горел дом. Отчастника по лошадскому проезду практически ничего не осталось. Огонь уничтожил имущество, кровлю и деревянные элементы дома на площади 50 квадратных метров. Вероятной причиной тому стало короткое замыкание электропроводки. Уважаемые радиослушатели, не допускайте перегрузки электросети. Не применяйте самодельные предохранители и своевременно ремонтируйте электропроводку. Используйте электроприборы в строгом соответствии с инструкцией. Минск чрезвычайный. В пятницу днем в техническом водоеме возле ГИПа на улице Горецкого утонул подросток. О происшествии в дежурную службу МЧС сообщил очевидец. Прибывшие на место вызова спасатели на поверхности воды никого не увидели. Позже работники республиканского отряда специального назначения обнаружили на двухметровой глубине в 7 метрах от берега и вытащили из воды подростка. К сожалению, уже без признаков жизни. Позже стало известно, что школьник приехал в Минск из города Бешенковича Витебской области. Трагедии в этом карьере случались и ранее, последние в июне этого года. Несмотря на то, что власти района решили оградить доступ людей к опасному месту насыпями песка, затрудняющими подход к воде, усилили проведение милицейских рейдов, но трагедии избежать не удалось. Помните, нарушение правил безопасности зачастую оборачивается страшными последствиями для тех, кто забывает об этом. Минувшая неделя запомнилась спасателем и нестандартным происшествием. В пятницу около восьми вечера в парке на улице Столетова работникам МЧС пришлось спасать собаку породы Чихуахуа, которая провалилась в технический колодец автоматизированной туалетной кабинки. К счастью, он оказался неглубоким, но ни хозяйка, ни прохожие не смогли достать собаку, пришлось звонить в МЧС. Стоит отметить, что этот парк пользуется большой популярностью у местных жителей, так что необычное зрелище собрало немало зевак. Спасательная операция проводилась при помощи гидравлического оборудования и активная ее фаза продолжалась не более 10 минут. В итоге Софа, а именно так зовут собаку, была хоть и перепугана, но спасена. А хозяйка счастлива. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером спасатели пришли на выручку трехлетнему мальчику. Инцидент случился на улице Ландера. Нога ребенка застряла между рамой и педалью велосипеда. Да, оперативно прибывшие работники МЧС с помощью подручных инструментов помогли освободить ногу. Медицинской помощи ребенок не нуждался. В связи с этим обращаюсь ко всем родителям с просьбой внимательнее следить за своими малолетними детьми и постоянно рассказывать им об опасностях, которые таят себе, казалось бы, привычные нам вещи. В субботу днем спасателям поступило сообщение о змее на дворовой территории по улице Мирошниченко. Прибывшие на место работники МЧС поймали присмыкающиеся и доставили в зоопарк, где специалисты установили, что это королевская молочная змея Кэмпбелла. Она не является ядовитой. Таких змей часто заводят в домашних террариумах. Как она появилась на столичной улице, пока неизвестно. Минск чрезвычайный. Такой была минувшая неделя в сводках спасателей. В конце хотелось бы напомнить, что по всей стране продолжается масштабная профилактическая акция в центре внимания детей. Приурочена она к началу учебного года, до которого остались считанные дни. Главная ее цель – привлечь внимание общественности к проблемам травматизма и гибели несовершеннолетних в ЧАЭС из-за того, что дети остались без присмотра. В эти дни в крупных торговых центрах столицы работники МЧС рассказывают посетителям о причинах возникновения пожаров и других ЧАЭС с участием детей, объясняя, как этого не допустить и с помощью чего можно защитить свой дом от пожара. А на сегодня это все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.